Читайте. Пишите. Читайте. Читайте. Если бы президент был здесь, он бы подтвердил, что одной из его самых сильных сторон является постоянное чтение. Каждый раз, когда моя жизнь выходит на своего рода плата, я начинаю беспокоиться. А достаточно ли я читаю? Достаточно ли я учусь у других умных людей? Если вы умеете думать, читать и писать, вы просто обречены на успех. Ничто не сможет вам помешать. Проснись и пой ведь Энспрессо с тобой. Привет всем, кто верит в себя. Меня зовут Аликс. Мое главное слово – призвание. И я считаю, что мир стал бы лучше, если бы больше людей понимали, где их место в жизни. Давайте начнем это утро правильным образом. Налейте себе кофе и давайте посмотрим видео на тему «Читай и пиши». Представляем вам Мишель Абаму. Читайте. Пишите. Читайте и читайте. Если бы президент был здесь, он бы подтвердил, что одной из его самых сильных сторон является постоянное чтение. Именно поэтому он так хорошо умеет общаться с людьми. Вот почему он так хорошо пишет. Он просто ненасытный читатель. Он добивается своих целей, в том числе и потому, что любит читать. И каждый раз он выбирает что-то посложнее. Он бросает себе вызов. Бросайте себе вызов. Делайте то, чего раньше никогда не делали. Я призываю всех вас читать. Читайте. Читайте и не переставайте читать. А писательство – это уже другой навык. Это практика. И чем больше вы пишете, тем лучше у вас получается. Создание книг – это создание набросков. Семь, десять набросков – эти заметки и есть в вашей будущей книге. Наброски – это не ошибки. Здесь нет учителей, которые будут вас ругать. И вы можете сами определять, о чем и как вам хочется писать. Если вас что-то не устраивает, вы это переписываете, постоянно переписываете, вы шлифуете свой материал. Вот это и есть создание книг. И если вы овладели этими навыками, они непременно повысят вашу самооценку. Вы сможете всегда защищать свои интересы и всегда будете смело смотреть в глаза окружающим. И получать радость от общения с ними. Именно этого мы и пытаемся добиться в нашей программе «По наставничеству девочек». Я всегда говорю им, если вы можете войти в Белый дом, увидеть первую леди и представиться ей, спросить меня, как у меня дела, смело глядя мне в глаза, то нет ничего, чтобы вам было бы не по плечу. Так что помните, вы должны быть уверены в себе. Культивировать в себе лучшие качества, постоянно читать. И вы всего добьетесь. И чем больше вы будете практиковать свои навыки, тем увереннее вы будете становиться. Все ваши сомнения уйдут. Вы начнете доверять себе и твердо знать, на что вы способны. Но помните, главная практика. Мне очень нравится речь Мишеля Обамы. Я инструктор по танцам, и я постоянно работаю над собой. Работаю над своими навыками мотивационного спикера, над навыками рассказчика, лидера. Каждый раз, когда моя жизнь выходит на своего рода плата, я начинаю беспокоиться, а достаточно ли я читаю, учусь у других умных людей. Знаете, в чем фишка? Как только вы чего-то добились, вам хочется добиться еще большего. Если вы этого не делаете, вы начинаете воспринимать себя как нечто обыденное. Так же и в отношениях с другим человеком. Если вы не растете над собой и не работаете, вы умираете. Вы должны постоянно бросать себе вызов. И Мишель Обама призывает вас не просто копить знания, занимаясь чтением. Вы должны передавать свои знания за счет написания книг. Или посредством видео, или аудиозаписей. Каждое утро я начинаю с того, что смотрю какое-нибудь вдохновляющее видео, где народ делится чем-то интересным и необыкновенным. Я смотрю видео Мишель Обамы, Барака Обамы. Я смотрю видео Мел Робинс и Тони Робинса. Да, в моей коллекции большая подборка видео от Обамы и Робинс. Главное, что я хочу сказать, развиваться можно по-разному. Вы можете работать над собой, пользуясь разными источниками. Самое важное, это то, что вы должны постоянно развиваться. Ибо если вы не развиваетесь, вы умираете. А теперь время для бонусного видео. Но вначале я хочу обратиться к вам с вопросом. В какой сфере в вашей жизни вы должны больше развиваться? Мне интересно знать ваше мнение. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под видео. Спасибо, что посмотрели видео. Мы верим в вас. Продолжайте верить в себя. И какое бы ни было ваше главное слово, а завтра смотрите новое видео на нашем канале. Спасибо, что посмотрели очередное видео, где ведущим был Алекс. Я сделал это? Мне нужно самому создать канал. Лучшее, что вы можете сделать, это научить человека писать. Это очень развивает умение думать. Больше всего меня раздражает в университетах то, что никто никогда не объясняет студентам, почему они должны что-то писать. Вам нужно написать такую-то работу, такую-то курсовую, защитить диплом. Но дело не просто в писанине. Так вы учитесь думать. Анализировать. Обрабатывать информацию. Именно это самое главное, чему вы можете научиться в университете. Если вы умеете думать, читать и писать, вы просто обречены на успех. Ничто не сможет вам помешать. Вот для чего нужно уметь писать. И я не могу понять, почему людям этого не объясняют. Это самое действенное оружие, которым кто-либо может снабдить человека. Когда я встречаю людей, которые мастерски умеют писать, я понимаю, что мало кто может с ними вести споры. Они способны противника просто на лоскутки порвать своей убедительной аргументацией. И если уж вы решили ввязаться в перепалку с этим человеком, лучше бы вам подготовить ваши аргументы заранее, и чем весомее они у вас будут, тем лучше. В противном случае, ребята, вас просто размажут по стенке. Вы будете иметь очень бледный вид. Но если вы можете грамотно и последовательно излагать свои аргументы, если вы можете сделать презентацию, если вы можете убеждать людей, у вас сразу же появятся интересные возможности, и вы будете иметь влияние среди людей. Чтение очень важно. Я читаю две-три книги в неделю. Я очень рано понял, что и неудивительно, ведь я работаю в издательском бизнесе, кроме того, я писатель. Так что чтение – неотъемлемая часть моей работы. Доходит даже до смешного. Я должен читать книги, но я же не могу проделывать это в офисе на работе. Но сейчас я работаю из дома и могу организовать свой день так, чтобы успеть все, что я хочу. И внешние составляющие далеко не так важны. Я всегда говорю, велики шансы, что та проблема, с которой вы сталкиваетесь сейчас, уже была хорошо знакома кому-то много лет назад. И те люди, скорее всего, уже написали о ней все, что могли. Так что книги – это наш источник информации об этом важном знании. Так что, если вы игнорируете этот факт, придется через многие сложности пройти самому и не раз расшибить себе лоб. Так что чтение – это не просто часть моей работы. Это то, что способствует моему совершенствованию и расширению моих знаний и умений. И когда люди спрашивают меня, «Как тебе удается выкраивать довольно много времени, чтобы читать?» И я отвечаю, «А как вы находите время, чтобы поспать?» Или поесть, или пойти на работу. Это ведь то, чем ты занимаешься. Это не какая-то особенная роскошь, которую ты позволяешь себе в отпуске. Ясно. Это был один из тех вопросов, которые я хотел тебе задать. И здесь нет никакого секрета. Я не так уж быстро читаю. Есть люди, которые очень быстро читают. Они сильно концентрируются на том, что они читают. Это те люди, которые очень много времени проводят за чтением. Это часть их каждодневной жизни. И я стараюсь брать с них пример. Вам необходимо читать по меньшей мере по 20 минут каждый день. Лично я провожу за чтением 20 минут в день. Или даже больше. Но вы должны понимать, что в этом заключается мой бизнес, моя работа и моя профессия. Я должен этим заниматься, и я очень люблю это занятие. Но задумайтесь, всего 20 минут в день принесут огромные изменения в вашу жизнь. Разумеется, я имею в виду чтение чего-нибудь хорошего, конструктивного, позитивного, то, что окажет положительное влияние на вашу жизнь. Биографии, автобиографии, мотивационные книги, книги по саморазвитию, книги, где вы углубленно изучаете свой бизнес, свою профессию, ту индустрию, в которой вы работаете. А как насчет человеческой природы? Как общаться с себе подобными? Если вы любите читать, дерзайте. Не теряйте время. Если вы начнете читать по 20 минут в день, к концу года вы прочтете две книги по 100 страниц каждая. И это не предел. Если вы любите читать, это окупится. Поверьте мне. Чтение даст вам колоссальные преимущества в любом деле, каким бы вы ни занимались. Whatever it is that you're doing.